Гений, миллиардер, плейбой, филантроп И сборная модель И это последний из всей бравой четверки сборных моделей Мстителей Последний, но не по значимости 9,9 сантиметров, 50 деталей Из всех четырех он самый большой в плане количества деталей Не по размеру, а по деталям Дополнительная коробка для защиты литников Отсутствует, как это было у Халка Видимо, звезда больше любит Халка А присутствует у нас большой пакет с литниками Маленький мешочек с наклейками О ужас! Я думал, в этой модели обойдемся без наклеек И инструкция Самая большая инструкция из всех четырех моделей Поехали по порядку Литники все так же 2012 года И это литник под номером, под буквой А Здесь мы видим большую подставочку Такую же скучную, как и у Черной Вдовы и Капитана Америки Халк в плане подставок пока самый крутой Детализация брони Железного Человека меня радует В принципе, много мелких деталей Много мелких элементов Смотрится все интересно Но, что меня не радует Это большое количество облоя Наверное, камера хорошо не покажет Видно, что, по идее, между пальцами должен быть зазор Но там много облоя А количество облоя Самое большое из всех четырех моделей Что мне попадались Второй красный литник Он же литник Б Броня все так же меня радует Своей детализацией Тут мы видим башмаки его Видимо, часть спины Так, я ошибся Это все еще литник А Видимо, два красных литника Они считаются за один литник А Желтый Приятно желтый цвет литника Это литник Б Здесь мы видим его маску Маска, в принципе, достаточно прикольно сделана Простенько, но прикольно Литник С С одной белой деталью Что это за деталь? Наверное, это его реактор А может быть и нет Ну, посмотрим на сборки И шесть наклеек Вроде бы немного, но они меня уже бесят Инструкция Показывает нам, какой он будет в завершенном виде И процесс сборки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 На эту фигурку из всех четырех Я возлагал самые большие надежды Но она оказалась самым большим разочарованием Опять же, из всех четырех фигурок Во-первых, облой Здесь его так много, что деталь приходится зачищать от облоя И швов просто по кругу Очень много зачищать Каждую деталь Второе Щель Опять же, здесь их много Они заметны и бросаются в глаза Третье Наклейки Про наклейки я уже говорил столько раз Что повторяться, думаю, не стоит Единственное, о чем хочу сказать Почему нельзя было сделать эти Маленькие серенькие части Отдельными накладными деталями Это вполне легко реализуемо Но мы имеем то, что имеем Да, и кстати На ладонях у него по инструкции тоже должны быть наклейки Которых нету Четвертое Вот эти тоненькие Маленькие соединительные детали Они хрупкие Когда ты собираешь модель Пластик получает такой стресс Что он из черного превращается в белый И очень легко сломать Я, к счастью, в этот раз Ни одну деталь не сломал Но Кто-то, мне кажется, обязательно сломает Поэтому я считаю, это очень большой минус Ну и, конечно, пятое Это стыковка деталей На итоговом варианте В некоторых местах Заметны очень большие перепады Которые обычным склеиванием не помогут То есть Клеим Стачиваем Шпатлюем Соответственно, из этого у нас получается Если мы шпатлюем Обязательно надо будет потом Грунтовать И перекрашивать Что добавляет нам неудобства Почему же так произошло? Все легко объясняется Мастер-модель у этой фигурки Или пресс-формы Уже изношен Но есть ли у него плюсы? На броне у него очень много мелких деталей В принципе, хорошо отнеслись к его детализации И броня при всем при этом Не выглядит как-то перегружена Поэтому я думаю, это хороший большой плюс Да и самих деталей, из которых состоит Броня железного человека Здесь много Поэтому собирать достаточно интересно И увлекательно Но если отталкиваться от того Что модель рассчитана Как первая сборная модель Да еще и 7+, да еще и сборка без клея 7+, однозначно нет Сборка без клея Тоже Ну и в качестве первой сборной модели Я бы его не рекомендовал А так модель в принципе хороша Так как вся четверка в сборе Я думаю, стоит подвести какой-нибудь итог Например, мой личный топ Первое место Я отдал бы Халку Ведь из всех четырех моделей Это нуждается в меньшей доработке Да, нужно как следует проклеить Но Халк выглядит живее остальных Как-то более интересно У него самая здоровская подставка То есть однозначно Я бы отдал ему первое место Второе место я бы отдал Черной Вдове Швов у нее практически не видно Да, из минусов Что-то нужно сделать с лицом И все-таки в плане сборки Это самая минимальная По количеству деталей модель Но Как готовый вариант Когда уже все собрано Она выглядит хорошо Прилично А вот третье место Между Железным Человеком И Капитаном Америкой Я не смог поделить Поэтому Я думаю Бронзу Они делят между собой У них Есть Как свои недостатки Так и достоинства Наклейки Есть И у того И у другого Одинаково Бесячие Да, если у Железного Человека Их не клеить Будет не так страшно Смотреться А вот у Капитана Америки Здесь, конечно Если убрать все наклейки Будет уже совсем не то Будет совсем выглядеть Не как Капитан Америка А как какой-то Просто синий-красный Солдат со щитом Недостатки Железного Человека Я уже перечислял И на мой взгляд Попадись он мне Из первой партии Ну, одной из первых Где форма еще Не была изношена Где не было Такого количества Облоя Детали стыковались Отлично Мне кажется Он бы Однозначно Получил первое место Даже несмотря на Свои наклейки Но Мы имеем то, что имеем Первое место Второе место И Эти два поделили Третье место И еще Очень важный момент О котором Обязательно Хотелось бы сказать В каждом наборе Есть На литнике Вот такая вот Круглая деталь Для чего она нужна? На данный момент Она Просто Кусок Пластика Она уже Не играет Никакой роли Но Что же это такое? Давайте Немножко освежим память Я уже много раз говорил Что это как минимум Третий перевыпуск Данной серии Первый выпуск Выглядел Вот так Второй выпуск Картинку где-нибудь Сейчас вставлю Выглядел Вот так И третий Последний На данный момент Выглядел Вот так Чем же они Отличаются Кроме Коробки Отличаются Они Комплектацией Наполнением Этот набор Попал мне в руки Совершенно случайно Я увидел Последний его Лежащий на полке Детского мира В него входит Та же самая Инструкция Что мы имеем И в нынешних наборах Тот же самый Литник Что мы имеем В нынешних наборах С вот такой вот деталью Точно так же Как и сейчас 2012 года Производство И вот такой вот Пакетик В котором Кроме двух Привычных нам Маленьких Литничков Есть Вот такая Карта И есть Та самая Наклейка Чтобы клеить На этот Жетон Для чего Все это надо Здесь нам Поможет Вот такой вот Большой Лист бумаги Который Объясняет нам Для чего Все это надо Итак Те самые Компоненты Фигурки Жетоны И карточки Правила игры Да Это игра Для двух Четырех Игроков И Поподробнее Правила Итак Кому интересно Могут Нажать на паузу И прочитать Расскажу вкратце Это Стандартный Варгейм Точнее Упрощенный Варгейм Потому как Персонажей Здесь всего Четыре Поэтому Реиграбельность То есть Переигрывать Одни и те же Партии Раз за разом Не интересно Потому что Всего четыре Персонажа Возможно Из-за этого Звезда Отказалась От данной Идеи Отказалась Дальше Продолжать Печатать Бумаги Жетоны Карточки И просто Оставили Одну Фигурку То есть Раньше Наборы Стоили дешевле В них Входило Намного Больше Правила Дополнительные Карточки Наклейки Да Попадись Мне Такой Набор Сейчас Я бы Сказал Что Мне Это Нафиг Не надо И для Меня Важна Только Фигурка И С одной Идея Была Хорошая Сделать Варгейм С Любимыми Узнаваемыми Супергероями Но Погибла Она Из-за того Что Переигрывать Из-за Малого Количества Персонажей Не Интересно Но Опять Повторюсь Раз уже Есть Третий Тираж Значит Люди Покупают Что Им Стоило Расширить Лицензию Выпустить Хотя бы Основную Команду Мстителей Того же Тора Добавить Соколиного Глаза Напишите Кстати Какого Персонажа Вы бы Хотели Увидеть От Звезды В сборном Варианте Лично Я бы Хотел Увидеть Человека Паука Напишите Свой Вариант А я Пока Сложу Аккуратно Данный Набор Обратно В коробку А так Как у Меня Уже Есть Черная Вдова Второй Комплект Мне Ни К чему И Я думаю Пришла Пора Провести Первый Розыгрыш На моем Канале Вот Эту Коробочку Со всем Ее Содержимым С карточкой С наклейкой Будем Разыгрывать Условия Просты Первое Подписка На мой Канал Второе Лайк Под этим Видео И Третье Комментарий Те Кто Хочет Участвовать В розыгрыше Пишем Мстители Общий Сбор Победителя Буду Определять С помощью Рандомайзера Итоги Выход Сольного Фильма По этому Персонажу И я думаю Очень символично Займеть Себе Черную Вдову На полочку А я С вами Не прощаюсь Увидимся Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует